Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя лекция посвящена домино-реакциям или каскадным реакциям. Домино-реакции – это последовательность реакций, которые протекают друг за другом. Это действительно напоминает стопку стоящих костяшек домино. Первая костяшка опрокидывает вторую, та, в свою очередь, следующую и так далее. Именно так описал подобные химические процессы профессор Люц Титца в своей книге «Домино-реакции в органическом синтезе». Обычно, чтобы получить молекулу целевого продукта, например, какого-то очень важного лекарственного препарата, проводят целый ряд последовательных реакций. При этом на каждой стадии нужно выделить и очистить промежуточный продукт, который используется на следующей стадии. Как вы понимаете, в таком случае имеет большое количество побочных продуктов. Иногда их количество в совокупности выше количества целевого продукта в разы. Сегодня экологические проблемы ставят перед химиками задачу минимизировать отходы, минимизировать побочные продукты, особенно токсичные, и осуществлять производство без взрывов и пожаров. Домино-реакции соответствуют этим требованиям. Они протекают в одной колбе без выделения побочных продуктов. Одной из таких замечательных биохимических реакций является циклизация сквалена в ланостерин, биосинтезе холестерина. Сквален – это углеводород тритерпенового ряда природного происхождения. Он представляет собой бесцветную вязкую жидкость и задерживается в некоторых растительных маслах, например, в оливковом масле. Также он есть во многих растительных и животных тканях и в ряде микроорганизмов. Ланостерин – это стероид и является промежуточным продуктом в биосинтезе холестерина. Представляет собой ланостерин твёрдое вещество с температурой плавления 140 градусов Цельсия. И в отличие от сквалена является тетрациклическим соединением. Сквален и ланостерин – такие разные на первый взгляд вещества, однако и в сквалене, и в ланостерине можно выделить шесть изопреновых блоков, из которых состоят молекулы. Сначала сквален под действием фермента превращается в эпоксид. На второй стадии под действием другого фермента за счёт присоединения протона к атому кислорода происходит замыкание сразу четырёх циклов. Циклизация сквалена в ланостерин – это пример того, как природа в мягких условиях одним щелчком – ван-клик – создаёт сложнейшие молекулы беспобочных продуктов. Использование таких реакций для создания новых эффективных лекарственных препаратов является одним из самых развивающихся направлений в органическом синтезе. Так, лауреат Нобелевской премии Барри Шарплесс выдвинул концепцию, которая получила название «клик-химия». Согласно этой концепции, клик-реакции должны удовлетворять следующим требованиям – образование единственного продукта с высоким выходом, простые реакционные условия, доступные реагенты и в качестве растворителя по возможности использовать воду. Идея была подхвачена десятками учёных. В 2002 году группа Валерия Фокина, а ему на тот момент было всего 30 лет, открыла реакцию азид-алкинового цикла присоединения, которая идеально, ну почти идеально удовлетворяет всем требованиям к лекхимии. Это реакция между азидами и алкинами с образованием цикла 1,2,3-триазолов. Она широко применяется для модификации природных соединений и фармацевтических препаратов введением специфических меток. Такие метки позволяют врачам-диагностам следить, где локализуется меченое вещество в организме, с какой скоростью оно накапливается и как быстро выводится. Азидная группа очень мала по сравнению с биомолекулой и не реагирует с ней. А для того, чтобы повысить активность алкина, учёные предложили использовать циклоактив. Клик реакции очень часто сравнивают с конструктором. Привязав к молекуле одного вещества нужную деталь конструктора, а к молекуле другого вещества, вторую подходящую деталь, можно соединить две молекулы одним щелчком. Такие реакции используются не только для медицинской диагностики и синтеза лекарственных препаратов, но и в модификации биомолекул, в супрамолекулярной химии, в синтезе углеводных кластеров, нанотехнологий и, конечно же, в химии полимеров. В общем виде получение нового полимера, клик реакции, можно изобразить следующим образом. Получают два разных полимера, к каждому присоединяют активные вещества, за счёт которых эти полимеры и соединяются. Правда же, похоже на сбор конструктора Лего? Ещё одним примером клик химии является биоконъюгация, то есть формирование стабильной ковалентной связи между двумя молекулами. По крайней мере, одна из них должна быть биомолекулой. На сегодняшний день, помимо азид-азинового цикла присоединения, известен целый ряд клик реакций. Это и реакции Дильса-Альдера, теол-еновое присоединение, циклы присоединения между изонитрилами и тетрозинами, реакции карбонильных соединений с азотсодержащими основаниями, например, аминами, гидрозинами, гидроксиламинами. Ещё одним примером клик реакции можно назвать образование дендримеров. Понятие дендримеры химики позаимствовали из греческого языка. Дендрон, то есть дерево. Получение дендримера было запоминающимся событием в истории полимерной химии, поскольку до этих пор полимеры считались только в виде длинных цепей. И никто до середины 1980-х годов не мог себе представить, что можно синтезировать полимеры, ветвящиеся наподобие лучей, взрывающиеся сверхновой звезды. Именно так изобретатель дендримеры назвал свой продукт как «старбёрст» – взрыв звезды. Выращивание такого дендримера начинается с сердцевины, представляющей собой исходное звено, полученное в результате реакции аммиака с метакрилатом. После этого в среду добавляется избыток этилендиамина. Полимеризация ведётся по стратегии защита, снятия защиты, применяемая в синтезе протеинов и нуклеиновых кислот, с заданной последовательностью аминокислоты нуклеотидов. При таком подходе в результате первой стадии полимеризации на концах ветвей оказываются свободные аминогруппы, каждая из которых способна реагировать с двумя молекулами этилендиамина. Так формируется дендример первого поколения. И таких последовательных стадий насчитывается только девять, после чего реакция внезапно и самопроизвольно прекращается. В настоящее время дендримеры активно исследуются в связи с возможностью их использования в самых разных областях. Они могут служить своеобразными контейнерами для создания системы металлических наночастиц практически одинакового размера. И эти наночастицы можно использовать в качестве катализаторов химических реакций при изготовлении электронных устройств и специальных покрытий. Дендримеры с фотохромными группами способны преобразовывать световую энергию, что перспективно для использования в оптических устройствах. Дендримеры способны образовывать комплексы с другими молекулами. Причем стабильность таких комплексов контролируется состоянием внешней среды. Это открывает возможности использования дендримеров в медицине и в качестве носителей для направленной доставки генов и лекарственных веществ. Дендримеры, содержащие тяжелые металлы, используются в медицинской диагностике в качестве рентгеноконстрастного вещества. Таким образом, мы сегодня познакомились с химией не в традиционном ее варианте, а с новой областью, в которой очень много интересных и актуальных задач и не только для химиков, но и для биологов, и для врачей. Спасибо за внимание. Продолжение следует...